Наука с использованием исследований ДНК настолько быстро развивается, что новые открытия порой преподносят сюрпризы сторонникам устоявшихся научных взглядов и гипотез, из-за чего в научном мире разгораются нешуточные споры. В нескольких статьях последнего времени затрагиваются вопросы о домашнивании лошадей и истоки проиндоевропейского языка. Хотя никто не спорит о важности одомашнивания лошадей в жизни людей, всё же вопросы, кто и где впервые их приручил и одомашнил остаются открытыми. За последнее время было много развенчано мифов и загадок, связанных с лошадьми, в том числе было доказано, что лошадь Пржевальского не является диким предком первых одомашненных лошадей, а наоборот одичавшим их потомкам, тем самым заставив переписывать школьные учебники. Также в январе этого года была опубликована работа в которой учёные обнаружили у лошадей все пять пальцев, хоть и видоизменённых в копыта. Но насчёт первого одомашнивания основная гипотеза предполагала, что первые люди, оседлавшие лошадей и использовавшие их как гужевой транспорт, были представителями ямной культуры, которые уже в качестве скотоводов вышли и выехали из причерноморско-каспийской степи далеко за пределы первоначального места обитания, распространяя среди других народов не только гены, но и культуру. И во многом это произошло благодаря использованию лошадей. Однако новые исследования ДНК предполагают, что пальма первенства в одомашнивании лошадей принадлежит представителям батайской культуры. Это археологическая культура Медного века в северной части современного Казахстана, существовавшая 5700-5100 лет назад. Именно в пределах распространения этой культуры были обнаружены самые ранние признаки одомашнивания лошадей, такие как следы молока на глиняной посуде, кости по форме отличающиеся от диких лошадей и самое главное зубы лошадей со следами от взбруи, с характерным износом от верховой езды. Эти находки были на тысячу и более лет старше подобных находок в Венгрии, России, Испании и некоторых мест Восточной Европы. Хоть находки были сделаны около десяти лет назад, многие исследователи считали, что представители батайской культуры не могли изобрести коневодство только по той причине, что они продолжали заниматься охотой и собирательством даже после того, как соседние с ними культуры вовсю начали заниматься скотоводством и земледелием. И коневодству они научились от представителей ямной культуры, которую уже на тот момент пасли овец и коз. Как известно, представители этой культуры широко распространились на запад и восток, не забыв при этом поделиться своими генами с жителями Европы и Азии, а многие исследователи считают их также распространителями проиндоевропейского языка. Однако по новым данным исследований ДНК не было обнаружено следов смешиваний представителей батайской и ямной культур. А это может указывать на то, что люди батайской культуры могли самостоятельно одомашнить лошадей или археологи откопали каких-то неправильных батайцев. Но эти выводы также сочетаются и с другими исследованиями, но уже зооархеологов, в результате которых выяснилось, что лошади батайской культуры не связаны с современными. Зато их лошадки оказались предками лошади Пржевальского, что может означать независимое домашнивание, но не распространение в отличие от ямной культуры. А ритуальные погребения лошадей батайцев схожи с подобными практиками других азиатских культур, что говорит не о такой уж изолированности их представителей. При этом никто не ставит под сомнение инновационность применения лошадей в повседневной жизни ямной культуры, чего, увы, не смогли сделать батайцы. Также анализы ДНК сделали историю расселения людей ещё более запутанной. Учёные выяснили, что представители ямной культуры внесли незначительное количество генов в Центральную и Южную Азию, а до Анатолии и вовсе не донесли. Хотя раньше признаком распространения ямной культуры считали следы западноевразийских генов в азиатских популяциях. И тут не обошлось без сюрпризов. Выяснилось, что западноевразийские гены в азиатов добавили довольно продвинутые в культурном плане представители древнего поселения на Мазготепе из современной Туркмении ещё до того, как представители ямной культуры отправились в путь. А отсутствие генов из ямной культуры у анатолийцев из современной Турции и данные об использовании жителями анатолий хетского языка древнейшей ветви индоевропейского ставит под сомнение монопольное распространение проиндоевропейского языка представителями ямной культуры. Возможно, что кто-то другой распространил проиндоевропейский язык и в ямной культуре и в Центральной и Южной Азии. Но велика вероятность и того, что учёным нужно пересмотреть историю хетского языка и мозаика сложится. Потому как в пользу распространения проиндоевропейского языка ямной культурой говорит очень много других свидетельств. Или необходимо расширить поиски носителей языка за пределы степи. Может где-то притаилась культура, доселе неведомая научному миру. Данные этих исследований вызывают много споров, и что мало материала и тому подобное, но это чертовски увлекательно даже наблюдать за исследованиями. В общем, археологам ещё копать и копать, а генетикам исследовать ДНК и сравнивать, проверять и ещё раз сравнивать. На этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарий и подписываться на канал.